Мертвый, смертью смерть поправ, Исущего в грабе живо даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего в грабе живо даровал, Христос воскресе из мертвых, Смерть ее смерть поправ, И сущим во гробе живут дарова. Мы остановились на послании, на Евангелии от Иоанна. Восьмой главе, двадцать первом, двадцать четвертом стихе. Опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя? Что говорит? Куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не веруете, что это я, то умрете во грехах ваших. Толкование блаженного Фифилакта. Хотя они и желали избавиться от него, просили его удалиться от них и даже хотели убить его. Однако же, настоящее обстоятельство представляют себе так важным, что пришли от него в недоумение. Я отхожу. Неужели он убьет сам себя? Отвергая такое их предположение и показывая, что самоубийство есть дело преступное, Господь говорит, вы от нижних и не можете помыслить ничего божественного. Потому вам естественно так думать. Но я не от всего мира. То есть не забочусь ни о чем мирском и земном. И потому никогда не могу дойти до такого безумия, чтобы убить самого себя. Ибо это дело бесовское, а не божеское. Здесь Аполлинарий, ухватившись за сие изречение, вслед за манихеями говорит, видишь ли, тело Господа было не от всего мира, но свыше с неба. Как и Павел говорит, что второй человек Господь с неба. 1 Коринфянам 15, глава 47 стих. Вы не от мира. Иоанна 15, глава 19 стих. Уже ли так, что и они имели тела с неба, а не от всей твари? Вы не по плоти. Римлянам 8, глава 9 стих. Говорит не потому, будто они бестелесны, но свидетельствуют об их любомудрии и о свободе от плотских страстей. Если не уверуете в Меня, то умрете во грехах своих. Если Он пришел за тем, чтобы взять на Себя грех мира, Иоанн 1, глава 20 стих. А получить прощение грехов можно не иначе, как через крещение. Хреститься же невозможно, не уверовав прежде. То неверующий неизбежно умрет во грехе своем. Ибо не приняв крещение, он не совлекется ветхого человека. Посему и Господь в другом месте говорит, что неверующий уже осужден. Иоанна 3, глава 18 стих. Не потому только, что не уверовал, но и потому, что умирает с прежними грехами. Так, теперь тебе нужно еще раз прочесть, сказать, что выделено местописание такое-то, в толковании. Выделено. Хреститься же невозможно, не уверовав прежде. Да. Вот на это теперь комментарии. Комментарии Игнатия 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 Лапкина. Хреститься же невозможно, не уверовав прежде. Говорит блаженный Фифилак, но у нас сейчас это стало возможным. Большинство людей в православных храмах крестятся неверующими и даже не крестятся, а им просто поливают затылок водой. Правила 8-го Вселенского... Правила 8-го и 7-го Вселенского Собора. По велику некоторые из еврейского вероисповедания, блуждая, возомнили ругаться Христу, Богу нашему, притворно делаясь христианами, втаня же отвергаясь его и скрытно, субботствуя и прочие иудейские исполняя, то определяем сих не в общении, не в молитве, не в церковь не принимать, но явно быть им по их вероисповеданию евреями, и детей их не крестить, и раба им не покупать, или не приобретать. Если же кто из них искреннею верою обратится и исповедует онную, от всего сердца торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы через то и других обличить, исправить, всего принимать и крещать детей его, и утверждать их в отвержении еврейских умышлений. Если же не таковы будут, отнюдь не принимать их. Толкование на это правило епископа Никодима Милоша. Относительно этого последнего, то есть, что не следует крестить детей этих мнимообращенных христианства евреев, Вассальмон в толковании настоящего правила замечает, что и турки нечто подобное тому, что и евреи делали, и приводили своих детей к христианским священникам для крещения. Смотря на крещение не как на таинство, но как на некое телесное лекарство. В толковании 84-го правила Трульского собора Вассальмон разъясняет, как это завелось у турок. Во время патриарха Луки Пришли в Константинополь некоторые из турок, заявляя патриаршему синоду, что они христиане, ибо в детстве были крещены в своей земле христианскими священниками. На вопрос же, как это могло случиться, когда они следуют Мухаммедову закону, отвечали, что существует у них обычай крестить своих детей у православных священников, потому что, по их мнению, во всяком новорожденном ребенке находится злой дух и смертит, как собака, пока не получит христианское крещение. Из этого собор заключил, что крещение, требуемое у христиан неверными, ищут последнее не с добрым православным намерением, но ради телесного лечения, и не как средство, которое очищает от всякой души на скверны, просвещает и освещает человека, но как некое лекарство и чародейство. Таковое крещение совершенно естественно синод патриарший не мог признать правильным и потому определил, чтобы те турки пожелали бы были вновь крещены, то есть признали их некрещенными, несмотря на то, что этих турок в детстве крестили полным троекратным погружением. И теперь, если веруют, то их нужно вновь крестить. Уже что же говорить о тех, над кем и погружения не было, или вовсе неизвестно, как их крестили. Апостольское правило 50. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайно действия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, в смерть мою крестите, но идя, научите все народы креститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Толкование епископа Никодима Милоша. В этом правиле предписывается совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемого в воду. Причем, духовное лицо, не совершающее таким образом крещение, должно быть извержено из всего сана. Употреблять при крещении вместо погружения обливание строго воспрещено, кроме случаев болезни. Церковь строго следила за тем, чтобы крещение в обычных случаях совершалось только через погружение, а не через обливание. Так что воспрещало даже принимать в клир лиц некрещенных вследствие каких-либо исключительных обстоятельств через погружение. Неокисарийский собор 12. Впрочем, Православная Церковь не отрицает крещение, совершенного через обливание, так как этим еще не уничтожена сила Таинства, но допускает его только в исключительных случаях. Вследствие некоторых исторических причин в 17 и 18 веках греческой и русской церкви было предписано перекрещивать римма-католиков, переходящих в Православную Церковь. Эти предписания мотивировались, между прочим, и тем, что римма-католики крещены обливанием, а не погружением в воду. Вследствие чего крещение их считалось еретическим и стало быть недейственным. Итак, первое крещение неверующего крещением не является. Второе крещение обливанием это еретическое крещение и над уверовавшим обливанцем должно заново совершаться по всем правилам. Проводится по книге правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинского Несторийского Том 1 Санкт-Петербург 1911 год реплитное издание по благословению Святейшего Патриарха Алексия Второго Получается у нас сейчас еретическое крещение в церквях по канонам получается обливанческое раз оно таким признано было. Это определенное правило человек не может парализованный а они это духовно парализованные когда начнешь говорить на это вот вообразим что сидит вот здесь вот сидят епископы священники я беседовал в таких домах беседы сидит митрополит все хорошо относится к тебе скажите слово я начинаю говорить слово я заранее знаю с чем это кончится мы можем что угодно говорить но вписаться нужно священное писание он выходит священник там епископ говорит я гляжу которые сейчас особенно-таки популярные вчера вчерашнее число было какое 29 патриарх Кирилл подписал на Кураева снятие сана они еще оставляли время покаяния и что они меняются только больше вреда церкви делать и вчера вышел этот указ и подпись патриарх Кирилл вчера мне тоже всегда спрашивают а что надо было делать в первую очередь надо было с ним поговорить как так два года прошло как его предупредили строго и никаких уроков он здесь был в этой комнате Андрей Кураев он обо мне дал такой отзыв что вообще нет более сильного проповедника вроде в мире а я зарядил скобки возле сотня я 120 раз его упоминаю в моих книгах Андрей Кураев только два раза положительнее а 118 раз отрицательнее вот так почему он знает что это уже неповторимый акт если уже подписано он извержен извержен слово извержен извергается там еще это из человека то другое я просто рассказываю как вот это есть я доступа до него не имею никакого но говорил что если что-то случится то я заговорился маленько и говорю тут у меня нары кровать опять говорю свалились на сухарях на моих вы бы взяли путешествие с собой еще себе я лучше мешок картошки возьму но мы уже на такое далекое пространство но ему я бы высылал всю вот я вижу голубин батюшка подтвердит что такое впечатление складывается что они об этом не горюют что с ними сам так нет да так ну с этим я уже никак не согласен каскун этот а я узнал скакон вот такие фамилии ну как так уже предупредили предупредили это за за то от чего можно батюшка просит у меня говорите батюшка говорите говорите говорю но не хозяин и я вот говорите относительно крещения я слушал я хоть не здесь но я все слышал хорошо значит я в семинаре учился с 85 по 90 год 5 лет это была заочная заочная в Советском Союзе была одна семинария это тогда был Загорск Труйцев Сергий Посад учились на заочном все уже протеереи там иереи архимандриты игумены протодиаконы архидиаконы то есть все в священном сане таких как сейчас там с мира не было не набирали одна была только а очник было три семинария в Одессе вот в Загорске и в Ленинграде ну и заочники нам приезжаем на сессию нам снимали в начале первого года там в лавре прям было а потом встали городскую гостиницу туристам ее бронировали узнали сколько приедет там допустим 100 этих вот 100 мест в гостинице ну и мы после ужина когда поужинаем вот кормили нас тут же в ресторане только до 8 часов как столовой нам талон выдавали а потом после этого там ресторан начинается там когда все там пляшки ну а мы там что начинают там уже все же приезжают с разных сторон и украинцы были там и с других со всех республик со всего союза ну и богословство там где как что там делимся ну и я поднял вопрос о крещении что вот крещение как это а с украины было а у нас говорит батушка проходит кропылом 50 человек стоит он проходит кропылом всех покропил все покрещено нет а у нас говорит и чайничка поливает чайник там он из чайника подходит поливает и все ну а я говорю ему одно что это ну нету такой вот завтра будет у нас значит там нам лекции читать был такой значит профессор глухов очень строгий догматист такой все ему идти как говорится на экзамен то все тряслись ну когда лекции есть вопросы кто будет задавать ну кто ну отец таким понял давай ты задавай вопрос ладно когда вопрос он спросил есть вопрос ну я ему сказал что крещение сейчас а если вот нет возможности там ну фраме там бывает уполномоченный запрещает только можно вот чтобы только голову помочить он бачка что такое крещение ну крещение это таинство в котором через трехкратное погружение в воду аминь остальное профанация профессор как расшифровать что означает профанация ну бачка вот тебя не скажешь что ты осуждаешь священников ложь они же могут напасть на тебя могут нет никто не нападает пока здесь кто нападает я сразу тоже спрашиваю как глухов спрашивал что такое крещение и все особенно если нет давайте собираем собор и на соборе принят будет крещение это таинство в котором через трехкратное погружение или обливанием или краплением при длинности там что-то да там песком слюнями можно похрестить да слюнями как один говорит это в приватильском отношении к делу очень хорошо нет никто не скажет ну понимаете здесь вот это так вот это то-то 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 что-то это да да вот что строят новые храмы сегодня во многих храмах новых строят купили купили для полного погружения в некоторых построили купили нет было у нас здесь я знаю яна Богословский в хорошей купили там крестят полным погружением не всегда или нет я не могу сказать но крестят Никольский храм был я в храме богатенький главный храм военно-вооруженных сил России это в Кубинке в Москве там это великое это по как Христа Спасителя примерно храм там почти такой же там только более великолепный какой-то построен в Печати называют главный храм сатаны в Печати там раньше называли все храмы что это храма мракобесия точно не надо об этом говорить что это что там то что назовем там купель тоже я зашел первым делом я говорю а ездить да провели меня в крестильню где там такая купель сделанная там значит две великолепные значит уже идет мне звонит с Белоруссии батюшка один друг я говорю что как вот да что у нас вот епископ значит вы сказали что полным погружением это вы наверное там это все это так вот распространили реклама ну да должны я понимаю до этого не было сейчас начали призывать маленько да стало во многих храмах крестят а в другой есть крещение я спрашиваю где бывают то я говорю покреститься может есть купель есть я говорю крестят ну если кто пожелает за большие деньги ну не знаю большие спрашиваю я в Тюмени батюшка там я говорю вас полным погружением крестят ну крестят в одном храме только а в каком во святском храме святский храм это небольшая церковь больница круглая я там служил почти 3 года и я там построил эту купель с Михаилом или Курочкиным там предел такой я говорю давай построим он да как это я говорю давай вот две недели мы крестить не будем начнем через две недели крестить я попросил там выкопали яму забретонировал плиткой обложили все это выпустили и через две недели мы стали крестить полным погружением там по ступенькам сходятся туда и все его по сей день там вот этой купель одна есть мы желают полным погружением туда отправляем крестить а слив как сделан там бачка а слив сделан просто на улице выкопал яму труб проложил а там этот сифон от ванны как от ванны внизу да и прям слив идет закрыли пробку закрыли воду налили а наверху вентиль да чтобы заполнять да водопроводная вентиль бачка вы прям это налили когда это спустили выдернули за эту пробку степла туда вода приходит рядом больница приходит вот нам бы покрестить хотели бы покрестить две медсестры а можно проденсифицировать мысли я говорю да слава богу пришление с каким-то раствором все это вычистили нам в этой купе вымолили плитку да плитку все это наверное муравьи на кислоту да не знаю все крестим в другой раз крестим я слышу разговор стоящих ну кто пришли там крестить ну такого не было оглашения как у нас допустим там это полгода нет поговорить с людьми так было запрещен епископ чтобы не собираться ну вот вот я тебе что говорил вот посмотри мы то после раз крестили у тех в большом соборе 5 рублей заплатили а там только голову помочил а здесь смотри за 5 рублей всего скупать 3 раза 3 раза вот говорит здесь цена одна а отношения все разное качество вот так смешно кажется так но что люди не знали ничего это приходят и было занято батюшка от него у вас воскресенье поют батюшки батюшки директор алтайской правды газеты грохотов Владимир Георгиевич но я у него там бумагу беру и отношения хорошие и он внука что ли крестить по хровский собор тогда один был еще а я ему вот только воды налили а я говорю крестить когда будете сейчас крестить а где вода ну вот никак мне только через полное погружение так это вода холодная надо нагревать подожду он говорит не зря мы с вами встречались он у них нажал они давай греть принеси конечно зубовный скрежет был вот мы считаем это креститово православие о крещении 81 страница это отдельно из речей патриарха Алексея 2 Ридигера кавычки открыты сейчас скрестится много взрослых им необходимо создать все условия чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами значит до этого не с апостольскими были зачем это утверждение такое через полное погружение тут большие буквы дальше прошло полтора года с того момента как я обращался к духовенству но к сожалению положение не изменяется к лучшему патриарх Алексей 2 говорит придется видимо в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах в которых имеется баптистерии чтобы не вызывать нарекания среди верующих которые считают это строго необходимым так это он сказал а дальше да главное зачем это в другое идите а в этом то здесь будут мочить вот он за это отвечать пошел и дальше также многие 98% священнослужителей словно не слышали нашего предупреждения прежде должна быть катехизация то есть никто его не слушал что она должна совершаться благоговеренно и неспешно поскольку по 20 минут два занятия еще сразу блутаври сразу ты будешь да нет конечно одно и 5 минут да вот и все отлично дальше что будет поздравляем совершенство поступавшей жалобы связи о том что крещение совершается небрежно поспешно сокращаются часто причем сакраментальные его части то есть священие недействительное вот это особенно осталось это лука воина и цедески всегда крестить заново не крещеная священники под запрет я вычитал постановление за это ни одного не запретили еще все чаще стали слышать нарекания по поводу вымогательства то есть назначение цен за совершение треб такой священнослужитель для храма завенчание отпевание закрещение это уже настоящая симония симония что такое батюшка симония ну когда за таинство берут деньги симония что за это сейчас вот теперь он попался на симонии что ему должно быть вплоть до извержения извержения не в плоть а извержения так особая плата требует это уже настоящая симония и таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка мы когда беседовали здесь Антони был еще тогда Маседич ну и епископ наш был и он стал говорить а потом так что-то глазами и к дверям открыл двери мы говорим что такое да на днях тут покушались меня убить он 41 год умер это нам дело страшно у него это мы сидим сепископом ну вот о чем говорить бандиты больше всего поступает жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств в первую очередь это крещение совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого крещаемого вместо полного погружения в некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых но ряд храмов с этим не торопится считаю что не следует в таких храмах крестить взрослых он не собирается ни на какой канон ни на правила ни на библию батюшка ты говоришь дед посвятай что там в требнике написано а для катехизации направлять их в тот храм где есть баптистерия священнослужитель во всем во всем должен быть примером для своих пастыр я уверен что кто пришел в церковь не ради прибытка а кого он найдет то другого а ради служения богу ну кто же в священниках гроши 24 страница 34 извещает на московском епархиальном собрании какой год это написано 93 93 год 120 30 лет назад а 80 был 9 год 89 мы с отцом Михаилом стали занятия проводить епископ запретить запрещаю чтобы не надо смущения заводить скрещение полное не надо потому что собор в соборе стали жаловаться что это такое значит люди мы раскол в церкви делаем то там голову моют а мы полным погружением прекратить дальше пишу я уже камни закрыты на этом месте но у патриарха огромная власть и он мог в течение всего лишь одного месяца навести порядок во вере на хему делах если он патриарх сам обливанец как и многие почти все архиереи священники выходцы из Белоруссии и Украины то ничто не препятствует этим всем сегодня же найти опытного духовного священника правильно с троекратным погружением крещеного и упросить его чтобы он крестил всех обливанцев начиная с патриарха всех архиереев и священников совершилось бы совершилось бы настоящее крещение Руси образовались бы общины живые братства отделения от мира и возрождение духовно могучей России и сейчас будем последствиями перед томик издадим сразу будем думать о переиздании тут заказывают пачками диссертацию посчитаю Влад Германии по этой книге я 40 лет собирал и немедленно необходимо принести всенародное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимым беззаконие за жуткий обман доверившихся слепотствующих прихожан за проклятое Богом небрежение и преподание крещения преподание крещения и издать указы чтобы безумие с обманом мочение голов вместо троекратного полного погружения прекратить от священников не подчиняющихся указу извергать из сана пусть идут работать на стройке народного хозяйства ну и что будет если сегодня еще убьют никого нет священника ни одного не будет ну еще у грехов было когда он поднял этот вопрос патриарха сразу послали сразу убили его патриарха ну вот и все почему не убили этого патриарха они даже не знают какого ну вот Алексей из решения Богоольского Пархиального Совета под председателем Савельпийско-Полтайского Антонием Осендище от 2 февраля 1996 кавычки открыты кавычки открыты кавычки открыты кавычки открыты Барнаульское решение собрания как Березовский зачитайте 2 февраля 1996 года постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула кавычки закрыты почему же так и не крестят а по прежнему шмоклые на доню гладят голову за большие деньги потому что провозгласили это наше мощение голов равносильно как и погружение а если это так тогда для чего и погружать делает по прежнему скач как прежде как проще доходнее погибельней ситуация полностью вышла из-под контроля патриарх ни патриарх ни хирея попов не слушают и а сами обманывают народ лжекрещением священники священники оскверняют святыню попирают законы беззаконник не знает стыда они прилежно старались портить все действия сафония 3-й 4-й 3-й 4-й 7-й стих не знаю это не сегодня началось это вон откуда идет поэтому всех моченых необходимо крестить с полным погружением как совершенно не крещенных вот и все грозится за это делать на батюшке тогда было еще делать еще надо делать как положено ну и ладно запретили одного а если все вначале едят котов никого не будет ведь у нас боясь а за чего я выйду меня стукнут а другие не поддержат а не надо думать с нами господь нет пальчиком по рисунку батарей аккумулятор аккумулятор можно заряжать так ну что все спаси христос вот такую матушке бы купить это анаит да все давайте болеть еще ангел вопияше благодать нечистая дева радуйся и по кирику радуйся твой сын воскресе дневника на гроба и мертвые воздвиг новые люди веселитесь святись 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 Новый Иерусалим и слава Бога сто дня на Тебе воссиян векуй ныне веселись сегодня ты же чистая красусь а Богородице обоснови Рождество Твое Бог слава Тебе Господи за все милости к нам Отцу Сыну и Святому Бог и Господи помимо Господа Вчера заходит один у меня ролик мы беседуем получили молиться как стопоклонную молитву а священник говорит покажите мне он подал священник он говорит нельзя потому что на русском языке а все батюшка взял власть священник а тот человек стоит и говорит а что теперь должен делать да ничего папам спасайся Библия не нужна вот взяли власть как батюшка благословить будем молиться тогда а он не благословил все бумажка одна земные поклоны дело это не на Жовнера было а как батюшка благословил нет ну Великий пост идет неважно ну раз и такую власть Бог давал священникам с его разрешения можно кланяться это на полном серьезе это наш алтайский край это с головой людей в мозге ну а ты начиналась то по малому наконец вот так наш его ну ничего себе крепостной монголо-татказская ига крепостное право крепостное право революция война Нина у нас на улице стояла на морозе 7 лет там запускали все поперемешалось самое главное самое главное то что можно защищать свою родину с оружием и священники благословляют это зло оно распространилось по всем сердцам ну все пошли домой так ты отнесешь ну остановился все выключай выключай выключай